Всем здравствуйте! Извиняюсь за долгое отсутствие, завалили меня анализами новых брендов. Все же хотят выложить свои новинки на OIL-клубе, чтобы люди посмотрели и оценили. Как на конвейере их выкладываешь пачками, стараешься дать описание, а в итоге времени на видеообзоры вообще не хватает. Это масло мы тестировали еще в феврале, тогда лежал снег, а руки, как видите, дошли только сейчас. Вообще, то, что я снимаю на видео, это маленький процент огромного айсберга масел, которые ежедневно выкладываются на OIL-клубе. Поэтому не ленитесь, читайте первоисточник и обходитесь без посредников, которые пересказывают наши анализы на ютубе в своих личных интересах и под своим соусом. Итак, начнем. ZIC TOP 5W40 нового стандарта APS-P. Перед нами высокощелочное моющее нейтрализующее масло для тяжелых условий эксплуатации. Вообще, масла с приставкой TOP у ZIC это их самая крутая топовая линейка. То есть ZIC X9, X7 и тем более X5 ниже классом. И сегодня мы в этом наглядно убедимся. Почему я вообще обращаю на него ваше внимание и снимаю этот обзор? Да потому что сейчас на рынке творится хаос. Популярные бренды исчезли или стали стоить как самолет. Появилось много новых малоизвестных брендов, которые непонятно как отработают, их нужно еще изучать. А ZIC, киксы, эсойлы по-прежнему и есть и по нормальной цене. Это то немного из настоящих крупных производителей, что можно купить не так дорого, не сомневаясь в качестве. Давайте поглядим на образец, который мы засылали в лабораторию. ZIC TOP 5W40. У Эбла ПАО. Но ПАО здесь скорее всего мало, около 10%. Как мы знаем по этой линейке ТОП у ZIC, обычно все масла там на гидрокрекинге, плюс немного-немного ПАО, процентов 10. Указаны спецификации Mercedes-Benz C29.5. То есть масло высокощелочное, полнозольник, сделано в Корее. Продолжение следует... вязкость масла стандартные тут даже особо сказать ничего стандарту сайт же 300 она удовлетворяет это действительно опять в 40 нужно отметить что узи как как у серьезной крупной компании никогда и не было косяков по вязкости смешивать масла строго по рецептуре тестировать их на выходе с конвейера они умеют тут не докопаешься температура застывания у этого масла стандартная минус 42 градуса цельсия обычно такая у всех 5 в 40 на гидрокрекинге но здесь не просто один гидрокрекинг здесь добавили немного пауз синтетики позже мы это увидим по и к спектру несмотря на эти улучшения я бы все равно не советовал использовать его в морозы минус 34 минус 35 градусов это нештатная ситуация его стихия это морозы до минус 30 градусов цельсия вязкость ccs при минус 30 градусах равна 6100 как видите несмотря на то что здесь есть пауз синтетика это масло не очень шустрая в морозы вязкость высокая что называется на грани стартер в минус 30 будет крутить не так быстро но я люблю такие масла высокая ccs говорит о том что в нем больше густой базы а такие базовые масла хорошо ведут себя при высоких температурах и тяжелых нагрузках пусть это масло не самое шустрое в морозы но за счет своих высоко вязких свойств будет выигрывать в другом щелочное число 11,8 высокая у зика очень хорошие мощи нейтрализующие свойства и есть запас для длинных интервалов смены если вы часто забываете вовремя сменить масло перекатываете на пару-тройку тысяч километров по жизни раздолбай то лучше оказаться именно на таком масле чем на каком-нибудь ильсаки благодаря высокому щелочному числу она прощает такие ошибки испаряемость массы равна 8,7 процента это хороший результат обычно масла этого класса выдают около 10 процентов здесь же видно что повлияло добавление пауз синтетики улучшились высокотемпературные свойства масло должно чуть меньше расходоваться на угар температура вспышки 230 градусов цельсия тоже хорошая это конечно не shell на gtl базах со своими вспышками по 250 градусов но тоже достойно вот что здесь еще особенного зиг перешел на другой пакет присадок это инфиниум следующего поколения он жирный и в нем высокое содержание элементов органический молибден который снижает коэффициент трения и улучшает экономию топлива беззольные дисперсанты на основе убора эта присадка помогает вбирать в себя загрязнение держать их во взвесе чтобы при сливе вынести все с маслом ну и чтобы эти загрязнения не скапливались в отложения здесь моющие присадки на основе кальция плюс магния который снижает вероятность детонации противоизносные присадки на основе фосфора и цинка и самое главное что при таком богатом пакете присадок у зика мало серы и то есть масло чистое на нежелательные загрязнения теперь открываем экоспектр фурье и смотрим что у нас в составе пик на волне 722 высотой 1,05 это говорит о том что масло в основном на гидрокрекинге vhvi плюс туда добавили немного пао синтетики именно немного процентов 10 не больше но это уже некоторые улучшения по сравнению со стандартными маслами на гидрокрекинге в чем и заключается их линейка топ также здесь много дисперсантов об этом говорит высокий пик на волне 1707 перейдем к выводу перед нами уже следующее поколение полнозольных масел с расширенными возможностями по анализу видно что здесь больше моющих нейтрализующих присадок больше дисперсантов позволяющих поддерживать двигатель в чистоте масло уже не api сена более современного стандарта api спи об этом нам говорит пакет присадок на магнии плюс кальций низкая зола и сера термостабильно при высоких температурах не склонна к повышенному угару должно чисто работать в зоне поршневых колец ну и плюс для улучшения свойств добавили немного пао синтетики кому она подойдет любым ладом грантом приором вестом это будет прям жирное масло для этих авто можно даже увеличить интервал смены и менять допустим через десять тысяч километров вагом мэр сам бмв где мануалом требуется спецификации указанные ниже если вам на ю тубе внушили что 5 в 40 для kia hyundai от износа лучше чем 5 в 30 лейте его она тоже подойдет эти заблуждения проще понять и простить чем победить для тех кто ездит на японцы или корейцы и не хочет лить такое густое масло не забываем что узи к есть точно такой же клон на таком же пакете присадок но в меньшей вязкости называется она zik x9 fe 5w 30 я снимал на него обзор если что найдете на канале после ухода западных компаний с нашего рынка корейцы продолжают поставлять нам качественные масла по вменяемой цене не знаю конечно сколько это продлится думаю что гайки все равно будут закручивать и дальше скорее всего рано или поздно вынудят уйти и корейцев но пока такие масла на традиционных пакетах есть этот уход западных компаний вообще какой-то странный зайдите в ашан и вы там увидите мобил один или например в метро там на полках по-прежнему стоит ликви моли внимание вопрос а что же такие компании как метро и ашан вообще здесь делают это еще раз говорит о том что маркс был прав у капитала нет родины следующем в обзоре будет новый лукойл генезис amartech 5w 40 отечественное масло она опять поменялась у него новый пакет присадок цена нормальная чуть больше 2000 рублей за канистру а на сегодня у меня все друзья всем пока